В центр приема беженцев Прешева на сербской границе продолжают прибывать группы мигрантов. Сюда они попадают из Македонии. Здесь пройдут медосмотр и регистрацию. После этого отправятся искать лучшую жизнь в Западной Европе. Верховный комиссар ООН по делам беженцев считает, что закрытие европейских границ для мигрантов недопустимо. Об этом он заявил во время посещения лагеря, куда прибыл вместе с премьер-министром Сербии. «Ничто так не усилит пропаганду ИГИЛ, как закрытие границ в Европе для сирийских беженцев. И ничто так не усилит ее, как выражение ненависти в глазах европейцев по отношению к невинным мусульманам, а также христианам и езидам, спасающимся от преследований и терроризма». Как мигрант попал в Европу один из смертников, участвовавших в терактах в Париже в прошлую пятницу. Он прибыл под видом беженца из сирийского города Идлиба, прошел регистрацию на греческом острове Лерас, а затем 7 октября здесь, в Прешево. Террориста сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, но ничего подозрительного не выявили. Он также предъявил сирийский паспорт, в подлинности которого теперь сомневается полиция. Затем смертник свободно продолжил свой путь на Запад. После всех этих событий отношение к мигрантам в Европе может кардинально измениться. Польша уже отказалась принимать их без гарантии безопасности. Премьер-министр Сербии говорит, что после терактов в Париже мигрантов будут проверять в центрах регистрации еще тщательнее. «Мы снимаем отпечатки пальцев, делаем фотографии, выполняем все в соответствии с правилами системы Евродак. Мы получили фотографии от некоторых спецслужб, а также иностранных секретных агентств и создали базу для сравнения». Вместе с тем премьер-министр заявил, что выявить поддельный паспорт у кого-либо из беженцев довольно трудно. И более того, они даже не обязаны предъявлять свои паспорта.